Я смотрю на это лицо, я вижу Петю. Я понимаю, что всю жизнь он будет мне его напоминать. Это как какой-то подарок, наверное, мне в жизни. А на память от Петра вот это чудо маленькое мое. Нина Сазонова настаивает на том, что отец ее недавно родившегося сына Петр Ларионов. И требует установить отцовство в суде. Дело осложняется тем, что полгода назад Ларионов трагически погиб. Однако его вдова Мария категорически не желает признавать мальчика. Более того, она утверждает, что Нина – аферистка, пытающаяся завладеть наследством умершего. Не, ну, Ваша честь, он мужчина, у него есть определенные физиологические потребности. Ну, голову он, кстати, никогда за 20 лет не терял. Хотя один раз был. Забеременев от своего руководителя, Ольга Полушкина думала, что ее жизнь теперь изменится. Женщина надеялась, что состоятельный будущий отец обрадуется ребенку и возьмет их с малышом на содержание. Однако шеф сразу же высказал сомнение в своем отцовстве. От кого именно беременна Ольга Полушкина, также очень интересует Игоря Брамцева, с которым Ольга встречалась до романа с руководителем. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Сазонова Нины Игоревны Каларионовой Марии Павловне об установлении отцовства в отношении несовершеннолетнего Сазонова Бориса Петровича. Четыре месяца ему. Ответчик Каларионова Мария Павловна иск не признает. Нина Игоревна, поясните, пожалуйста, ваши исковые требования. Ваша честь, четыре месяца назад я родила ребеночка от любимого человека. Отцом этого ребенка является мой любовник Петр Ларионов, который полгода назад умер. У нас все началось два года назад еще, когда я пришла к нему в магазин устраиваться работать. Ну, завязалось, начались отношения. Я, естественно, уволилась из магазина, и Петр снял мне квартиру, стал меня содержать. И через какое-то время я забеременела. Петр, когда узнал, что я беременна, и он был счастлив, он носил меня на руках, ведь это его первый ребенок. У него с супругой не было детей. И когда Петя узнал об этом, он сказал, что он разведется, естественно, с Марией Павловной. Но когда она узнала об этом, это было в нашу жизнь, она превратила просто в ад. Она приходила к нам в квартиру, она устраивала скандалы, она шантажировала, она угрожала Петру, что оставит его без единой копейки, когда будет с ним разводиться. То есть, понимаете, это сумасшедшая женщина. Хотя я была в это время уже беременная, мне вообще нельзя было нервничать. Когда Петя погиб, я просто понимала, что мне нужно держаться ради нашего с ним ребенка. Ну да, вот не дожил он до этого момента, он умер раньше, чем родился мой Боря. Так вот случилось, и не успели мы подать это совместное заявление в ЗАГС. Но я уверена, что если бы Петя, Петя мой был бы жив, он бы с удовольствием признал этого ребенка, он был бы счастлив иметь его. Скажите, пожалуйста, а у вас какие-то доказательства есть того, что он действительно мог быть отцом Петр Ларионов, погибший? Ваша честь, а какие могут быть доказательства? Посмотрите. Посмотрите на вот этого маленького ребеночка и посмотрите на фотографию Пети. Это же одно лицо. Вот, вот посмотрите, вот мой Петя и вот этот малыш, ему еще 4 месяца буквально, но он уже, он копия. Посмотрите, вот эти глазки, я смотрю на это лицо, я вижу Петю, я понимаю, что всю жизнь он будет мне его напоминать. Это как вот какой-то подарок, наверное, мне в жизни, вот на память от Петра вот это чудо маленькое мое. Да, действительно, Крудничок чудесный. А скажите, пожалуйста, если будет установлен факт отцовства Петра Ларионова, что вы будете делать в дальнейшем? Ну, Ваша честь, ну, мне просто нужно, чтобы у ребеночка был отец, чтобы он имел его фамилию, отчество законное. То есть, понимаете, мне просто хочется, чтобы у моего сыночка хотя бы что-то осталось от отца, ну пусть посмертно. Ну, часть какая-то его денег, квартира, машина, ну, загородный дом. Вообще, ну, какую-то часть ту, что вот имеет сейчас Мария. Ну, понимаете, Петр и так бы ему, своему единственному наследнику, это все отдал. Вот буквально я прошу-то ничего. Ответчик, Мария Павловна, скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что говорит истец? Или вы отрицаете тот факт, что ваш покойный супруг мог быть отцом вот этого замечательного Грудничка? Вы знаете, мы с Петей прожили 15 лет. Я очень его хорошо знала. Я его за эти годы очень хорошо изучила. Поэтому все его привычки, все, что он там хотел, это я все знала. Он очень не хотел детей. Это может быть от вас он не хотел детей, от меня он хотел ребенка. Он меня на руках носил, когда он узнал, что я жду Борю. Я поняла. А почему он так не хотел детей? Есть в этом какое-то разумное объяснение? Сначала он мне говорил, что не принимай противозачаточные средства. Не принимай? Да, не принимай. Боялся, что я его обману. Потом он, ну, как бы всегда пользовался презервативами и их закрывал на ключ. А ключ от меня прятал, боялся, что я их проколю. И уже версия про то, что у нас нет денег, стала не прокатывать в последнее время. У нас улучшилось материальное положение. Тогда он стал говорить про возраст. Что нам уже за 40 и что ему будет уже 50, когда ребенок в школу пойдет. Ваша честь, все, что я тут здесь говорю, все так оно и было. Ваша честь, я не знаю, никакие противозачаточные таблетки мне Петя не предлагал пить. И никаким презервативами он не пользовался, когда был со мной. Я не знаю, если вы не смогли, может быть, родить Петя ребенка. И сейчас все у своего возраста вы не можете это обеспечить ему. Тогда не надо сейчас придумывать, что Петя не хотел детей, он мечтал о ребенке. Если бы Петя хотел детей... И действительно, мать Павловна, ну ведь так же, может быть, люди на то и люди, чтобы менять свое мнение. Может быть, он с годами передумал и захотел иметь ребенка. Если бы Петя хотел детей, он бы их имел в законном браке. Уже с возрастом он, да, он стал говорить, что у нас здоровье не то и все прочее. А уже потом, когда после смерти я стала перебирать бумаги, я обнаружила страшную тайну, Ваша честь. Оказывается, в роду у Пети было очень много сумасшедших по мужской линии. Поэтому он и не хотел иметь детей. Он боялся, что ребенок родится больной. Слушайте, это бред какой-то. Какие сумасшедшие у меня родился, здоровенький, прекрасный малыш, Ваша честь. Обратите внимание, что здесь может быть? Вы придумываете, что ли, себе чего-то? Что? Кто? Неизвестно, кто отец твоего ребенка. Я знаю, кто отец моего ребенка. Не надо сейчас здесь в суде меня оскорблять. Да что ты знаешь? Ты вообще кто такая? Что ты можешь знать о боли жизни? Ваша честь. Родила ребенка. Не молчи. Просто невозможно уже слушать, какую идею здесь. А кто вы? Простите, пожалуйста. Я тебе все расскажу. Я работала в том же магазине, где и Нина работала. Просто уже тошно слушать, какую идею здесь Мария Павловна нарисовала. Вы пришли в зал судебного заседания поддержать истинку? Я пришла поддержать Нину. Но не заявлялись как свидетель, правильно? У меня есть факты, да. Между прочим, покойный Петр переспал со всеми продавщицами в этом магазине. Да что там говорить? Я сама лично от Петра сделала два аборта. Петя эти аборты оплатил. Вот, пожалуйста, есть две квитанции с его подписью. Так что не нужно здесь рисовать идиллию. Не такой же ваш Петр и святой. Все, мы вас услышали. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы не заявлены свидетелем в процессе. Займите, пожалуйста, место. Это еще кто тут здесь тявкает? Ты вообще кто такая? Откуда ты вообще взялась? Как будто бы я не знала, кто у Пети работает. Я там миллион раз была у него в магазине. Ее там не было. Сколько тебе Сазонова заплатила за ложные показания? Чего? Я заплатила? Да, конечно. О чем-то говорят? Ваша честь, я не знаю вообще. Было, не было. Может быть, оно так и было. На самом деле, в отличие. Но это точно было до меня. Когда Петя стал со мной жить, у него просто он всех женщин из своей жизни просто перечеркнул. У него была только я. И я прошу вас, позовите моего свидетеля Николая Веревкина. Он был в курсе наших с Петей отношений. И он вам всю, правда, расскажет сейчас, как было на самом деле. Хорошо. Пристав, пригласите, пожалуйста, Веревкина Николая в зал. У нас была чистая, настоящая любовь. Какая любовь? Если вы не смогли удержать своего мужа, не надо сейчас. Тишина. Здравствуйте, Ваша честь. Здравствуйте. Скажите, что вам известно об отношениях Петра Ларионова и Нины Исса? Ваша честь, я партнер по бизнесу покойного Петра Ларионова, поэтому в силу многих обстоятельств мы общались достаточно тесно. Я знал его как достаточно близкого друга. Знал про его отношения с Ниной. Знал про то, что Нина ждет ребенка. Петя был очень рад этому. Я его всячески поддерживал, потому что сам отец, у самого двое. Но Петя не совсем хотел ребенка. То есть, ну, неправильно сейчас меня поймете, он не то, чтобы не совсем хотел, он не хотел... Маш, извини. Он не хотел ребенка от Маши. В силу многих обстоятельств, таких как... Это он вам лично говорил? Ну, мы общались на многие темы. Мы с ним достаточно давно знакомы. Он говорил, что женился по расчету, что эту женщину он... Он не любит, что жить с нелюбимой женщиной, это... В общем, это тяжело. А от Нины ты сам, получается, хотел? Ну, да. Ну, потому что мы любили друг дружку. Маш, Петя лично говорил мне, что ребенок должен быть желанным. Это во-первых. И ребенок должен быть от любимой женщины. Это во-вторых. Любимой женщиной была Нина. И поэтому, когда он узнал, что она беременна, он... Ну, прям, не знаю, пел, что ли, от счастья. Жизнь выстраивал наперед. Санки какие будут, пеленки, школы, не знаю, садики, там, вплоть до совершеннолетия. Чем все это выстроил. Я сама даже смеялась, что ребеночек еще не родился. А Петя ему уже всю жизнь простроил. Если бы он... Если бы он был жив... Тихо, тихо, тихо. То есть он действительно так хотел этого ребенка? Он его ждал? Ребенок был желанный? Я могу подтвердить, да. Он действительно просто порхал. Человек как подменили. И он говорил, что изменит свою жизнь, что разведется. И планов было огромное количество. Я прошу выслушать моего свидетеля. Какого свидетеля? Какого свидетеля? Семенову Валентину Ивановну, квартирную хозяйку Нины. Что? При чем здесь... При чем здесь моя квартира? При том. Ну, хорошо, давайте послушаем. Пристав пригласить, пожалуйста, в зал судебного заседания Семенову Валентину. Я в шоке. Успокойся. Что можно сказать? Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуй, Нина. Здравствуй, Николай. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Ивановна, вот ответчик Марь Павловна нам сказала, что вы можете много чего интересного рассказать. Меня интересует, что конкретно вы можете сказать по поводу отцовства покойного Петра Ларионова в отношении четырехмесячного сына Бориса. Ваша честь. Дело в том, что никакого Ларионова я не знать не знаю. Понимаете, я сдавала Нине квартиру. Ну, тут такое дело. Мы же с Ниной договаривались, что жить она будет без ребенка. И ребенка вообще дело никакого не шло о ребенке. А тут она уперлась, мол, я плачу и не имеете права выгонять. Я действительно плачу. Плачу. А мне она, как жиличка, нафиг с младенцем не нужна. Ну, а потом меня вот эта дама Марья Павловна разыскала. Ну, и попросила меня в суде рассказать правду о Нинке. Ну, Нине снимал квартиру. Вот этот мужик, Приехали. До свидания, да. Свидетель Николай Веревкин. Только договор, да, они оформили на Нину. А так-то он ей снимал. Зафигнило? Сейчас надо что-то несет. Да все женатые мужики так делают, чтобы не светиться, да. И ходил он к ней, ночевал у нее. Ну, правда, редко. Да любовниками они были. Ты сама мне признавалась, что залетела от него. Скажите, пожалуйста. Я не волнуйся, о чем вы говорите, я такого волшебства вижу. Скажите, пожалуйста. Я вас первый раз вижу. Тишина, пожалуйста, не шумите в стороны. А скажите, пожалуйста, что значит он вам снимал квартиру? Он вам лично деньги передавал за нее? Ну, конечно. Или это ваше соображение? Нет, он давал деньги мне. Я давал, я вас первый раз вижу. Вы придумываете деньги, давала я вам всегда. Не знаю, сколько ты заплатила данной женщине, чтобы она сейчас пришла и говорила вот такую вот и даже еще не придумали, что вам говорить. Это вы, ахеристы. А что касаемо покойного Петра, то Марья Павловна мне вот показывала фото. Я такого мужика у Нинки никогда в жизни не видела. Вообще. А я, между прочим, в соседнем подъезде живу. Ну вы что, бесконечно следите, что ли, за ними? Я в соседнем живу в подъезде и знаю, кто у нее там ночует, кто к ней ходит. Так что, извините, меня бы этот Петр даже не проскользнул бы. Что за бред вы сейчас несете? Я вас, конкретно вас, вижу сейчас первый раз. Первый раз в своей жизни. Нин, никого не слушай. Все это полная ерунда. Я тебе обещал, я помогу. Я обещал Пете как друг, как товарищ, как человек, которому не все равно. Я буду помогать финансово, я буду помогать морально. А тебе, Маше, должно быть стыдно. Понятно? Тебе должно быть стыдно, что ты оставляешь человека в таком положении, с маленьким ребенком. Все. У меня все. Не бойся ничего. Уж не знаю, почему должно быть стыдно Марье Павловне, а относительно непосредственно отцовства, то должна вам сообщить, что поскольку ведется следствие по факту убийства Петра Ларионова в материалах уголовного дела есть его биоматериал. Его мы и использовали для проведения экспертизы на установление отцовства. Пристав, принесите, пожалуйста, конверт с тестом. Спасибо. Итак, я оглашаю результаты. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Ларионова Петра Ильича и ребенка Сазонова Бориса Петровича. По результатам настоящей экспертизы, Ларионов Петр Ильич не является биологическим отцом Сазонова Бориса Петровича. Ты че устроила? А? Ты чего здесь устроила? Ты че меня идиотом перед всеми выставляешь? Я свою честь на кон поставил. Ты че делаешь? Ты че ты выдумываешь? Я че мне на тебя не орать? Я сама не знала. Ты понимаешь, что я идиотом выгляжу? Я полный идиот. Поленька, Поленька, получается, что Петенька-то ведь не отец ребенка. Так получается, ты ребеночка-то заделал. Не я ребеночка заделал. Мы тест сделали. Не я отец. Ты че нагуляла еще с кем-то изменяла? Ты че мутила с кем-то? Ты понимаешь, что ты натворила? Я идиотом полным сейчас выгляжу. А почему вы так возмущаетесь? Почему вас это так задевает? Объясните мне, пожалуйста, в чем дело? Что здесь вообще происходит? Ваша честь, эта овечка, это не она все придумала. Это все придумала вот этот товарищ. Я все поняла. Он нашел вот эту дурочку, подготовил ее. И когда выяснилось, что экспертиза показала, что ребенок не он, а ребенок мой муж, якобы, он так подумал, то, конечно, у него созрел план, очень интересный план. Часть бизнеса забрать. Он подговорил истицу. Они вместе это все решили. А если бы сейчас оказалось, что отцом ребенка экспертиза показала бы, что отцом ребенка является Петя, мой муж покойный, то, конечно, там уже было бы дело техники. Они бы дальше этот процесс затеяли бы. И часть бизнеса, конечно, им бы, наверное, удалось бы отобрать у меня. Понятно. То есть они стали бы претендовать на наследство и таким образом получили бы... так что, Коленька, просчитался ты. Не удалось тебе совершить свой план-то. Твоя Ниночка-то, ведь она спала еще не знаю с кем. Может быть, с половиной магазина грузчиков там и покупателей. Устроила историю. Довольно? Давай, говори, с кем ты еще мутила? С кем ты еще мутила? Да не трогайте меня! Да не трогайте меня! Нина, скажите, пожалуйста, у вас есть предположение, кто мог бы оказаться отцом вашего ребенка? Если это не Петр, значит... И не Николай. Ну, значит, Вася, что ли? Вася? Что за Вася? Вася – это наш грузчик. Ну, понимаете, я просто понять не могла, что я могу от него забеременеть. У нас-то было с ним один раз в обеденный пережив. И все, и... Я подняла вас, Нина. Мне кажется, что теперь все вопросы по имуществу, наверное... Подождите, а теперь мне ничего Нина не достанется, получается, да? И квартира Нина... Получается, что нет. Теперь все вопросы к грузчику Василию. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Коля, это... Замолчи, замолчи. Коля, это же вещам не поможет. Ну, баль... Шайка и лейка. Не, ну, Ваша честь, он мужчина, у него есть определенные физиологические потребности. Но голову он, кстати, никогда за 20 лет не терял. Хотя один раз был. Забеременев от своего руководителя, Ольга Полушкина думала, что ее жизнь теперь изменится. Женщина надеялась, что состоятельный будущий отец обрадуется ребенку и возьмет их с малышом на содержание. Однако шеф сразу же высказал сомнение в своем отцовстве. От кого именно беременна Ольга Полушкина также очень интересует Игоря Брамцева, с которым Ольга встречалась до романа с руководителем. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Суд не устанавливает отцовство умершего в отношении ребенка. В иске об установлении отцовства отказано. Суд не устанавливает отцовство умершего в отношении ребенка, рожденного истицей. Потому что утверждение истицы, что умерший является отцом ее ребенка, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы, показавшей, что кровное родство умершего с мальчиком исключается. Также суд учитывает Это признание матери ребенка, пояснившей суду, что в тот период, который приходился на зачатие ребенка, она вступала в близкие отношения с другими мужчинами. Судебное свидание закрыто. Прошу всех встать. Здравствуйте. Прошу всех сесть. Слушается гражданское дело по иску Полушкиной Ольги Олеговны к Дубенко Кириллу Михайловичу об установлении отцовства в отношении несовершеннолетнего Полушкина Алексея Олеговича двух лет. Ответчик Дубенко Кирилл Михайлович с исковыми требованиями не согласен, иск не признает. Скажите, пожалуйста, истец Ольга Олеговна, в каких отношениях вы находитесь с ответчиком? Кем он вам приходится? Ваша честь, Кирилл Михайлович является моим бывшим начальником. И бывшим гражданским мужем. Мы жили вместе какое-то продолжительное время. Затем я забеременела от него, и у нас родился сын. Но отцовство он, к сожалению, категорически не признает. То есть он мне обещал первое время, говорил, что признаю. Потом кормил меня завтраками. Говорил, что не сегодня, не сейчас. Сегодня я болею. Сегодня мне некогда. Но Алеша, наш сын, он копия отца. Вот у меня даже есть фотография, я вам могу ее показать. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Пристав передаст. Да, вот посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Они изображены я, Кирилл и наш сын. Он там улыбается, он счастлив. Но, тем не менее, отцовство он не признает. Хорошо. А уточните, пожалуйста, какие у вас к нему требования? Только установить его отцовство? Или еще есть какие-то материальные претензии? Да, я хочу установить отцовство в официальном порядке, чтобы оно было установлено, поскольку я хочу взыскать с него алименты. Потому что тех денег, на которые мы живем сейчас, нам категорически не хватает. Этот бизнесмен, чертов, я прошу прощения за выражение, но он себе покупает уже вторую машину за 2 миллиона. А мы в это время, мы выбираем кусок сыра, прошу прощения, я очень волнуюсь, я впервые на таком мероприятии. Мы покупаем кусок сыра подешевле, в то время, пока он шикует там. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы проживали вместе, а потом он вас выгнал с ребенком. Почему он так поступил, как по-вашему? Совершенно верно. Мы жили вместе довольно продолжительное время. Затем, когда у нас родился ребенок, и впоследствии выяснилось, что у Лешеньки астма. И, ну, естественно, на это требуется дорогостоящее лечение, лекарства, поездки в санаторий, чтобы вылечить ребенка. И когда это выяснилось, нам просто дали пинок под зад. Я вас поняла. Скажите, пожалуйста, Кирилл Михайлович, я правильно понимаю, что вы не признаете сына истицы своим ребенком? Ну, Ваша честь, у меня для этого есть полное основание. Девушка, на самом деле, большая фантазерка, родила ребенка и почему-то считает, что это от меня. Вот он, ваш предполагаемый сын. Да, это мы очень любимый. Вы его не видели до этого никогда? Видел, конечно. Благо, она живет в квартире. То есть вы знаете, что он есть? О его существовании вам известно? О его существовании я знаю. Но откуда она, от кого рожает своих детей, я понятия не имею. Мало того, она ходит всем рассказывает, всех убеждает. Уже себя, как видите, убедила, да, состояние предметерства. Кирюш, Кирюш, что ты такое говоришь? Ты вообще в своем уме? Ну, ты же сам с ним гулял, вот, фотография. Ты возил, катал его. Что? Ну, после того, как ты узнал, что Леша болеет, тебя словно подменили. Будто бы другой человек. Это не ты. То есть, Кирилл Михайлович, вы на самом деле заботились о Леше, как говорит истица? Да, да, конечно, мы жили вместе, и он заботился о нем. Ну, я купил себе квартиру, ее поселил туда с ребенком. Ну, из жалости, чтобы они не умерли с голода на улице. Потому что, зная ее редкую способность тратить деньги... Просто из чувства человеческого сострадания вы поселили ее? Ну, это моя сотрудница, которая довольно давно уже у нее работает. Угу. Ну, я чисто из жалости, других причин нету, пустил жить ее в свою квартиру. Вот, а откуда ребенок у нее взялся этот, я понятия не имею, не знаю, чьи это. Может, там, от гастарбайта, разближающей строки. Ответчик, ну, так можно найти очень много дам с детьми, чтобы к себе поселить из жалости. Ну, она работала у меня в бухгалтерии, поэтому... Скажите, пожалуйста, Ольга Олеговна, правда то, что говорит Ответчик, что он нас просто так поселил, испытывает чувство жалости? Это ужасная ложь. Я просто в шоке. Это кошмарная ложь. Все знали про наши отношения. Хотя он, конечно, скрывал, как бы он не хотел, чтобы никто не знал об этом, естественно. Но есть масса свидетелей, которые могут подтвердить, что у нас были реальные отношения. Например, моя подруга Елена Лукьянова, она тоже работала в бухгалтерии вместе со мной. Мы сможем ее сегодня опросить, да? Да, она не раз была у нас в гостях, конечно. Я прошу суд, чтобы пригласили, и она подтвердит. Да, это очень важно. Я вас поняла, мы ее обязательно сейчас опросим. Пристав. Лукьянову, Елену, напомните, пожалуйста, отчество Васильевну. Лукьянову Елену Васильевну. Ты что творишь, Ольга Анатольевна? Кирюш, я прошу тебя остановить. Зачем этот цирк? Хватит фантазировать. Я отказываюсь верить в то, что ты сейчас это говоришь. Жила два года в моей квартире, но мои деньги. Все тебе мало. Вернись, пожалуйста. Елена Васильевна, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, вы являетесь подругой юстиции? Ваша честь. Да, я действительно работала, и мы дружили с Ольгой, когда она работала в фирме Кирилла Михайловича. А вы тоже там работали? Да. Я работаю, но работала, пока она не ушла в декрет, мы были вместе работали. А вас он не поселял к себе из чувства сострадания человеческого? Нет. Вот. Только Олю. Хорошо. Я со слов Оли знаю, что у них были серьезные отношения. Все только с ее слов, да? Ну, я, честно говоря, я видела, как однажды она садилась в машину Кириллу Михайловичу. И один раз я совершенно случайно Кириллу Михайловичу застукала, как они в кабинете Кирилла Михайловича обнимались. Я никому, я никому не сказала. Про полотенце, про полотенце расскажите. Ну, может быть, он из жалости ее приобинял? Он же жалостливый человек по его собственному утверждению. Я могу говорить то, что я видела, как, ну, честно, я никому не говорила. А однажды я проезжала мимо квартиры, мимо дома, где они жили, когда родился ребенок Алешенька. Я проезжала, потому что мне нужно было отнести документы для Оли, для оформления декрета. Я поднялась в квартиру, и когда мы стояли с Оленькой, разговаривали в дверях, в это время из ванной вышел Кирилл Михайлович. Полотенце на голове. Вы че не съездили? Ну, Кирилл Иванович, простите, пожалуйста, но в общем, в общем, Алеша совершенно точно сын Кирилла Михайловича, потому что он как две капли воды похож на него. Но почему-то, когда полтора года у Алешеньки обнаружили астму, он сильно задыхался, он синел. Это было просто ужасно смотреть. Тем более, я однажды присутствовала при таком приступе. Алешеньке нужны очень дорогостоящие лекарства. Насколько я знаю, Оле сейчас просто не в состоянии купить эти лекарства, потому что она живет одна с мамой. А когда она попросила Кирилла Михайловича о помощи, он просто выгнал их из дома. И дал на это две недели срока. Скажите, пожалуйста, а вы видели, что он гулял с ребенком, занимался с ним? Ну, вот этого я не видела. Не видели, да? Не можете этого подтвердить. Скажите, пожалуйста, Кирилл Михайлович, а вот у меня такой вопрос. Получается, что или вы обманываете суд, или свидетель изца. Что вы можете по этому поводу сказать? То есть вы до сих пор утверждаете, что у вас с истцом отношений не было? И что ребенок не ваш? Ну, отношений как таковых не было. Я там давал ей какие-то копейки на еду с ребенком, предоставлял свою квартиру. Но ребенку этому я рад не был. Это не мой ребенок. Чего мне радоваться? Но вы, тем не менее, предоставляли ей жилье и обеспечивали ее материально, да? Ну, я так понимаю, поначалу. Ну, поначалу, да. Но потом она слишком много уже век отстала. Стала меня просто, извините, выражать, доить просто, как корову какую-то. Я понял, что ей просто только деньги нужны от меня. А никаких подозрений о том, что это мой ребенок, у меня нету даже. Даже близко. Раз, значит, так мы заговорили, да? Значит, так мы заговорили. Вот сейчас я просто возьму и все расскажу твоей супруге. И пускай она посмотрит, какой у нее муженек прекрасный. Супруга ему угрожает. Во всей своей косе. Представь. Кирилл Михайлович, а вы женаты? Совершенно верно, я женат. У вас есть дети? Моя жену зовут Маргарита Сергеевна. Она здесь присутствует. Она пришла сегодня в суд. Если можно пригласить ее в зал сюда, она может дать важные показания о том, что этот ребенок не может являться моим. Интересный поворот. Хорошо. Пригласите, пожалуйста, свидетеля Дубенко Маргариту Сергеевну. У меня просто слов нет. Я даже не знаю, что тебе сказать. Здравствуй, Маргарита Сергеевна. Здравствуй. Маргарита Сергеевна, а скажите, пожалуйста, вы являетесь супругой Кирилла Михайловича, ответчика. Я так понимаю, что вы здесь оказались для того, чтобы подтвердить тот факт, что ваш муж не состоял ни в каких связях вне брака. Да, Ваша честь. Я, как жена Кирилла Михайловича, естественно, в курсе всех его дел. Мы с ним женаты уже более 20 лет. Поженились сразу же после института. У нас совместный бизнес. Все, что мы заработали, это все наше. И с какими-то вот поберушками не намерены делиться. Нет, у меня муж иногда, конечно, увлекается, но за 20 лет. А, то есть он увлекается, да? Ну, бывает, но мы с ним 20 лет вместе прожили. А вы знаете Ольгу Олеговну? Нет, ну, слушайте, я должна их всех запоминать, зачем мне это надо. У него периодически бывают какие-то увлечения на стороне, ничего серьезного. Он их использует просто как тренажер. Ну, да, он любит женщины, любит их много. Он их использует как тренажер. Конечно, знала, что мы любим, если муж отсутствует. Вот. У меня с моим мужем ментальная близость. Я его правая рука. То есть вы на это все спокойно смотрите? Не, ну, Ваша честь, он мужчина, у него есть определенные физиологические потребности. Но голову он, кстати, никогда за 20 лет не терял. Хотя один раз был, Кирилл Михайлович, помните, Ромашова такая, презерватив иголочкой проткнула. А когда уже пузо на лоб порезала, тогда сообщила, чтобы аборт он ее не заставил делать. Вот это было действительно такое. То есть у Вашего супруга уже есть небрачное действие? Один уже есть, да. Но после этого он, кстати, все, он уже мне пообещал, что больше этого не повторится. Я абсолютно точно знаю, что всем он своим девицам дает гормональные контрацептивы и обязательно пользуется презервативом. Вот это я знаю точно. Тут у нас еще в ходе судебного разбирательства были заявлены исковые требования Абрамцевым Игорем Николаевичем об установлении отцовства в отношении несовершеннолетнего Полушкина Алексея Олеговича. Вы знаете такого человека, Абрамцева Игоря Николаевича? Да, это мой водитель, она с ним была тоже в отношениях. Эти два дела были объединены в одно исковое производство. Пристав, пригласите, пожалуйста, в зал суда Абрамцева Игоря Николаевича. Я думаю, что он-то, Пашка. А что, смотрите, я вообще в шоке. Тут же все очевидно. Ты знаешь, каких-то сотрудников набираешь. Он что одна, что другая, да. Он уже за ручки там держится. Друг друга поддерживают. Не переживайте, да. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Проходите, пожалуйста. Мы посудам это скажем. Займите место вот здесь, рядом со мной. Вы в этом процессе тоже являетесь истцом. Здравствуйте. Ваша честь. Обоснуйте, пожалуйста, да, нам свои исковые требования. Я хочу заявить о том, что Леша наверняка является моим сыном. Так как все случилось именно по срокам, что она забеременела. Именно в тот момент, когда мы расстались. Ну, там, собственно, долгая история. Но все получается, что Леша мой сын. Ну, и что ей говорить. Он даже профилем на меня похож. Тут даже доказывать нечего. То есть у вас с лицей были отношения? Да. Не то слово, были отношения. Она мне в любви клялась до гроба. Я думаю, у тебя он вообще не похож. Вот. Я ее полюбил за это. И, в общем, все у нас продолжалось так слаженно. Жили неплохо. Даже заявление в ЗАГС подали. И начали даже детей планировать. Скажите, потому что Лешу вы считаете сейчас своим сыном, да? Вот мальчик на экране. Однозначно это он. Настаиваете на этом, да? Скорее всего. Потому что ему очень велика вероятность. Потому как все вышло по срокам. Я далее расскажу. Тут такая история произошла. Значит, будучи уже год вместе, когда мы жили, случилось такой инцидент произошел под Новый год. На корпоративе у Кирилла Михайловича. Его зам перебрал. Ну, на что он сказал мне, говорит, до дома его надо доставить. Ну, тот слишком сильно накидался. Кто кого доставляет куда? Подождите, какая-то... Я водитель. Очень много местонемений. Вот. Тут такой вмешался случай. Будучи на корпоративе, на новогоднем... Это я поняла. Кто-то кого-то вез. Кто перебрал? Кирилл Михайлович? Кирилл Михайлович попросил доставить его зама до дома, так как тот сильно накидался. Зам. Хорошо, поняла. Зам накидался, был не в состоянии, что вообще. И пока я отсутствовал. Значит, как мне рассказали уже потом, он ее заволок в свой кабинет, что... Ну, наверняка вероятность, что там все случилось. И не знаю, что он ей там нашептал, какие золотые горы наобещал, но на следующий день она меня бросила, ушла от меня. А, то есть вы расстались после вот этого вот инцидента, который произошел на новогоднем корпоративе. Да, я хочу напомнить, что Ольга на деньги девушка такая падкая, скажем. Поэтому, наверное, поближе к деньгам в бухгалтерию к нему пристроилась. Ладно, не суть. Дело в том, что... А дружка, по-моему, тоже такая же. Когда мы... В скором времени она оказалась уже с пузом. Вот. И так получается, что мы планировали ребенка, не предохранялись по срокам. Я рассчитал, что это наверняка мой сын. По срокам вы так посчитали. Да и что там говорить? Нос. Вот, пожалуйста, фотографии есть. Вот даже взгляните на экран. Что вы на нос посмотрели? Нос наш фамильный, Игнатьевский. Это по бабушке. Вот, пожалуйста, вот я в детстве у меня такой нос. Вот профиль. Вот, пожалуйста, в юности. Да? Так. А еще вот бабушке, значит, у бабушки... И вы считаете, что у мальчик такой же нос. Если на этом основании... Что ты, ты в своем уме? Да ты выйди на улицу вообще. Половина города. Браво. Папашка нашелся. Половина города с такими носами ходит. Крайне слева. Не вменяемо. Нашелся папашка, совет до любовь. Что там еще говорят-то? Аминь. Оль, вот сдался тебе этот Кирилл. Что ты привязалась к человеку? Вот скажи. Что ты на его деньги позарилась, да? Ты вспомни, как нам с тобой хорошо жилось, ты понимаешь? У меня тетка троюродная живет в Крыму. У нее... Мы, Лешеньки, просто устроим курорт на санаторную жизнь. Ты понимаешь? Вернитесь, пожалуйста, на свое место. Займите свое место, истец. Убери, я тебе говорю. Истец, займите, пожалуйста, свое место. Кирилл сможет дать. Тебе сказали, что есть место? Он машины самые дешевые покупает. И самый дешевый бензин заправляет. И шины. А ты купи свою машину, и заправляйте зачем хочешь. Ты посчитай, сколько это стоит. Он не может ничего дать твоему ребенку, нашему ребенку. Я вас поняла. Это его ребенок. Вы все высказались. Это ваш. Всех свидетелей мы заслушали. Да, да. Ну, это все очевидно. Итак, Игорь Николаевич, вы убеждены, что это ребенок ваш. Поэтому давайте мы сначала ознакомимся с результатами экспертизы. Итак, в рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Абрамцева Игоря Николаевича и ребенка Полушкина Алексея Олеговича. По результатам настоящей экспертизы, Абрамцев Игорь Николаевич не является биологическим отцом Полушкина Алексея Олеговича. Как это понимать? Кирилл, хватит меня унижать. В конце концов, Леша, это твой сын. Это уже всем очевидно. Все уже видят это. Я докажу тебе это. Да ничего ты не докажешь. Я докажу. Ваша честь. Ваша честь. Докажу это. Я точно знаю, что этот ребенок нет моего мужа. Я это знаю точно. Как вы можете быть так уверены? У него уже есть ребенок небрачный ребенок. Не хотелось мне, конечно, говорить о таком личном. Я вообще была уверена, что у истицы все-таки ребенок от водителя. Я была уверена, что сейчас экспертиза даст положительный результат. Вот. Поэтому есть у меня документ. Ваша честь. Мой муж 6 лет назад сделал вазоктомию. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что это такое. Вот для неразборчивой истицы в связях я объясню. Вазоктомия – это хирургическая стерилизация. Мой муж чисто физически не может иметь детей. Вот у меня справка. Позвольте передать. Передайте, пожалуйста. Знаете, нам уже ребенка Ромашовой по горло хватает. Больше этого не повторится. Вы этому мужу своему скажите, чтобы он так не делал на стороне. А не мне. Это документ. Все дело в том, что для разрешения данного спора эта медицинская справка ничего не значит. Потому что никто не заявлял ходатайство о проведении экспертизы об установлении способности ответчика к оплодотворению. Поэтому мы не можем учитывать эту справку. Давайте мы посмотрим сейчас результаты теста в отношении несовершеннолетнего Полушкина Алексея. и посмотрим, является ли ответчик его биологическим отцом. Пристав, передайте, пожалуйста, конверт с результатами теста. Спасибо. Оглашаю вам, что в рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Дубенко Кирилла Михайловича и ребенка Полушкина Алексея Олеговича. По результатам настоящей экспертизы Дубенко Кирилла Михайловича является биологическим отцом Полушкина Алексея Олеговича. Я не поняла. Я протестую. У нас есть тест, и нет оснований не доверять результатам этого теста. Кирилл, а как вообще такое может быть? Ты же сделал вазоктомию. Я не знаю, если только операция не имеет столь процентной гарантии. Ну конечно, особенно если ее не делать. Так ты мне в глаза смотри. Особенно если ее не делать. Подсунул мне липовую бумажку, да? Мы с тобой договорились, что ты сделаешь эту стерилизацию. Я отказалась от материнства. Ты думаешь, мне не хотелось за 20 лет стать матерью? Я отказалась от материнства, потому что ты сказала, что ты детей не любишь. Аборт я от него делала. Постоянно на этих девицах глаза закрывала. Ведь я обычная женщина. Вы думаете, мне не обидно, да? Постоянно, да? Маргарита, да успокойся. Не хотел я детей. Конечно, да. Это у тебя уже минимум два есть. Это только те, о которых мы сейчас знаем. Я не знал, что так получится два раза. Конечно, думать надо. Я ей это и сказал, что... Я же тебе говорил, не надо. Мне дети не нужны никакие. Таблетки жри свои. Детей никаких я обеспечивать не собираюсь. Деньги на них тратить не собираюсь я. Тебе нужно было сделать стерилизацию. Кирилл Михайлович. Ты же сказал, что ты ее сделал. Какую ты мне бумажку дал? Где ты ее взял? Будь любезна, пожалуйста, я призываю вас к спокойствию. Скажите мне, пожалуйста, Кирилл Михайлович, вот сейчас у нас уже есть данные, экспертиза, которая доказывает, что вы являетесь отцом ребенка истицы. Скажите, пожалуйста, вы теперь собираетесь что-то предпринимать по этому поводу? Потому что теперь вы просто должны это делать. Не по доброте душевной, а потому что вы обязаны это делать в силу закона. Да это аферистка, она только за денег все это затеяла, я считаю. Так, Кирилл, давай успокоимся. Конечно, ты обязан уже, понятно, платить ей элементы. Да, да. Но пусть она намного не рассчитывает. Милочка, ты знаешь, какая официальная зарплата у моего мужа? Так вот, на двоих детей по закону вам положено 33 процента. Да, делим их на два, получается 16,55. То есть твои элементы будут 3300 рублей в месяц. Это твой потолок. Вот и все. Уже одной аферистки хватило, еще и вторая будет. Ты на многое не рассчитывай. Ничего у тебя не получится. Ольга Олеговна, скажите, пожалуйста, вот действительно получается, что такая, ну скажем, небольшая сумма алиментов. Наверняка вы могли догадываться, что такой, наверное, не самый щедрый, возьму, но сейчас смело сказать, человек, как ваш бывший начальник, не будет платить во многое. На что вы рассчитывали, когда обращались в суд? Ваша честь. Что вы хотите получить? Я просто хотела справедливости. Я считаю, что это неправильно, что я одна воспитываю больного ребенка, которому требуется помощь. вообще Кирилл Михайлович, хоть и заявляет сейчас о белой зарплате, обо всем этом, на самом деле он состоятельный человек. Все это знают. И в его силах сделать нашего сына здоровым, подарить ему счастливое детство. И, Кирилл, я же прошу у тебя деньги не на булавки, не на себя, я прошу деньги для нашего ребенка, ради его же счастья. Ну, неужели так трудно проявить человеческие свои качества? Уважаемый суд, я просила не раз, не два, не три. Я постоянно ходила и унижалась перед этим человеком ради здоровья нашего сына. Вспомни, как ты был счастлив. Вспомни, как ты играл с ним, как было нам хорошо вместе. И я просто вынуждена сейчас вот оказаться в такой ситуации. Но, но я могу сказать, несмотря на все эти дурацкие принципы, несмотря на какие-то странные договоренности с его супругой, абсолютно какие-то чуждые нормальному человеку, я готова простить тебя, несмотря на то, что ты здесь устроил. Я готова переехать к тебе. Скажи мне, не знаю, что у вас сейчас. За что ты меня хочешь прости? Он женатый вообще-то. Милочка, куда ты переедешь? Это не помешало ему зачать со мной ребенка. Ну что ты рассчитываешь? Жить мы с тобой. Квартира занята уже. Я готова все прости. Милочка, занята. Деточка, квартира. Кем это занята? Ты все угомониться не можешь? На свете есть много хороших девушек, которые согласны за мои условия выполнять все мои условия. Я всех вас услышала. что будешь водителя себе вернуть. Я от тебя. Хорошая тебе пара будет. Другого я от тебя, конечно, не сдала. Водитель с девятиклассного образования, и ты, это, патушница из Саратова. В моей жизни был настоящий мужчина, настоящий благородный мужчина, которому я могу доверять, которого я люблю по-настоящему. Игоречек, по-настоящему я любила всегда только тебя. Подумай. Истец, давайте мы потом выясните, отношения со вторым из СОМ после судебного заседания. Суд удаляется для внесения решения. Прошу всех встать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иск об установлении отцовства, заявленный матерью ребенка, удовлетворить. Установить отцовство Дубенко Кирилла Михайловича в отношении ребенка, рожденного Полушкиной Ольгой Олеговной. В иске об установлении отцовства Абрамцева Игоря Николаевича в отношении несовершеннолетнего сына Полушкиной Ольги Олеговны отказать. Взыскать с Дубенко Кирилла Михайловича 25% его заработной платы и любого иного дохода в пользу Полушкиной Ольги Олеговны. Это алименты, которые вы, Кирилл Михайлович, вынуждены будете платить ежемесячно, вплоть до совершеннолетия вашего ребенка. Кирилл Михайлович, вот вы взрослый человек, женатый. У вас жена, которая вас так любит, которая прощает вам, на мой взгляд, немыслимые вещи. Вы сделали уже двух внебрачных детей, и ваша супруга говорит, что, возможно, есть еще. Сейчас вы сделали ребенка, у которого астма. Вы отказывались платить ему алименты. Причем вы знали, что этот ребенок ваш. Как вы дальше планируете вот так вот жить? Вы подводите всех женщин, которые вас окружают. Вы подвели свою жену, которая из-за вас тут плачет, слезы проливает, как кошка кидается на любых девушек, которые пытаются на вас хотя бы посмотреть, тем не менее терпят бесконечные ваши измены. Вы подумайте, пожалуйста, вы все-таки взрослый человек, вы должны брать на себя какую-то ответственность и заниматься воспитанием детей. И, наверное, еще самого себя. Судебное заседание закрыто. Прошу всех встать. Продолжение следует...